Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Наталья Фёдоровна Уральского, заведующая 26-м кардиологическим отделением филиала номер 3 3-го Центрального военно-клинического госпиталя. имени Вишневского. Здравствуйте, Наталья Фёдоровна! Здравствуйте, Мария! Очень рада снова видеть вас в нашей студии. Сегодня тема нашей передачи «Хронические заболевания почек». Что это такое? И я так понимаю, что всё больше и больше пациентов обращаются к вам за помощью именно с этим заболеванием. Спасибо за приглашение. Актуальность нашей темы придаёт реальность современного течения хронических заболеваний. И это не только заболевания почек. Во всём мире это оценивают как неинфекционную пандемию заболеваний сердца, лёгких и почек в том числе. Дело в том, что возрастает удельный вес болезней почек, при которых снижается функция, причём безвозвратно, до терминальной стадии. И при этом возникает необходимость к проведению заместительной терапии, заместительной почечной терапии различными методиками или трансплантации почек. Это уже высокозатратная медицинская помощь, которая являет собой проблему социально-экономическую во всех государствах. Это не отдельно взятая болезнь. Это суммация разных заболеваний, при которых есть стойко выраженные маркёры клиника лабораторные. Но прежде всего это лабораторные, конечно, критерии изменений в анализах мочи. Протеинурия, наличие форменных элементов, лейкоциты, эритроциты, в крови изменения, повышение креатинина крови, конечно, это краеугольная в этом заболевании проблема. Изменения органа по данным инструментальных методик, прежде всего неинвазивных, УЗИ-исследования, которые могут показать изменения формы, размера, выявление каких-то новых изменений, которых не должно быть. Это получается, многие годы пациент страдает теми или иными заболеваниями, связанными именно с почками, да? И это в результате приводит к хроническому уже заболеванию. Ну, совершенно верно. Вы правильно поняли нить темы. Дело в том, что именно стойкое изменение этих маркёров клиника лабораторных и инструментальных и стойкость достаточно по времени более трёх месяцев этих изменений результирует к такому диагнозу хронической болезни почек. Но хочется отметить, что отделение нашего госпиталя, где я работаю, уже более, ну, почти 20 лет совокупно лечит и заболевания сердца, и почек. И наши специальности, они пограничны, кардиология, нефрология, и мы ими владеем. Хочется отметить, что благодаря этому к нам попадают пациенты разнообразного профиля, и чаще всего это пациенты полиморбидные, у которых болезни почек отягощают фоновые заболевания, или наоборот, эти фоновые заболевания приводят к заболеванию почек. Поэтому мы, честно говоря, не отставим от мировой статистики по наблюдениям и видим, насколько прогрессирует удельный вес этой проблемы. И считается, что до 70% взрослого населения страдает хронической болезнью почек. Если посмотреть, в литературе очень часто упоминают картинку айсберга. И только верхушка айсберга – это та часть, которая надводно заметно выявлена, а большая часть, к сожалению, не диагностирована. И учитывая, что клиника этого заболевания не всегда манифестна, не всегда явно проявляется, ощущается пациентом, то, к сожалению, очень часто мы выявляем уже далеко зашедшие стадии хронического заболевания, которые отражают безвозвратную потерю функции почек. И заместительная почечная терапия становится актуальной. Как же избежать всех этих моментов, и как избежать именно развития хронического заболевания почек? К сожалению, болезням почек все возрасты покорны. Это может проявляться уже в раннем детском возрасте, связано с аномалией мочеведительной системы. Это может проявляться в подростковом возрасте, связано это как с употреблением каких-то вредных продуктов, отравлением, так и заболеваниями, которые появляются в переходном. Наверное, воспалительными процессами. А потом наши подростки очень часто зимой, все мы видим, это прекрасно ходят без головного убора, ходят в коротких штанишках, тенденции моды преобладают над инстинктом самосохранения. Это тоже одно из. Ну и, конечно, учитывая нашу работу, в своей практике мы чаще встречаемся уже с возрастной патологией. Очень часто это вторичные нефропатии, которые являются следствием основных сердечно-сосудистых заболеваний, хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета. Артериальная гипертензия. Ну и, конечно, различных урологических заболеваний, при которых также снижается функция почек. Это мочекаменная болезнь и вообще нарушение пуринового обмена, при котором мочевая кислота является главным фактором травмирующей почки. Прием препаратов. Лекарственная причина. Часто называют НПВП-нефропатия. Сопряжена она с тем, что пациенты неконтролируемо принимают анальгетики. При болях любой локализации. И длительный прием тоже сопряжен с поражением канальцев почек, развитием хронических тублоинтерстициальных проблем, при которых функция почек снижается безвозвратно. То есть, получается, причин огромное количество. А как же помочь таким людям? И что непосредственно можете сделать вы в рамках и в условиях вашего отделения? Какие методики лечения вы используете в своей работе? Ну, здесь, конечно, хочется сказать, что до лечения нужно начать с диагностики. И обращение пациента на регулярный осмотр диспансерный приветствуется. Если этого не было, то часто пациенты действительно попадают с уже зашедшим далеко заболеванием, не диагностированным ранее. И, учитывая отсутствие ярких клинических проявлений, отследить давность повышения креатинина крови сложно. Вот заговорили про креатинин. И действительно, многие годы креатинин являлся главным критерием снижения функции почек. В 2002 году появились формулы расчётные. Они расположены на интернет-ресурсах, калькуляторы так называемые, которые помогают врачам любой практики. А пациенты могут попасть на приём к любому специалисту, врачам любой практики, которые могут рассчитать скорость клубочка и фильтрации. В почках есть такой функциональный элемент, нефрон, который содержит клубочек и канальцы. Так вот, клубочек является той самой выжималкой, соковыжималкой, вот если в аналогию провести, которая отфильтровывает вредные токсины и оставляет в организме полезные вещества. Снижение функции этого элемента клубочка приводит к снижению работы почек. Наталья Фёдоровна, как же всё-таки диагностировать заболевание почек? Диагностировать заболевание почек можно начинать с амбулаторного этапа. При обращении к врачу поликлиники обычно пациент определяет жалобы, указывающие на проблему, связанную с мочеводелением, отделением, появлением отёков, повышением артериального давления, изменением цвета мочи. И на основании этого доктор уже должен заподозрить проблему, связанную с болезнью почек, назначив ему элементарные исследования. Это общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, для определения важных показателей – креатинин, мочевина, мочевая кислота, белок, холестерин, триглицериды, глюкоза. В дальнейшем, если там выявят отклонение, будет направление на ультразвуковое исследование почек. Если доктор общей практики не разберётся, то, конечно, при выявлении повышения креатинина требуется направление к нефрологу. И уже нефролог будет оценивать аномнистические возможные проблемы, приведшие к данной патологии. Выявит фоновые заболевания, при которых это снижение функции почек возникло. И выберет правильную тактику лечения. Правильная тактика лечения зависит, конечно, от выявления той степени снижения функции почек, которая требует определённых методов. Какие вы используете непосредственно в вашей работе? У нас в госпитале есть отделение гемодиализа. Если пациенту требуется заместительная почечная терапия, то он получит эту данную процедуру. Но чаще, чаще, это додиализные стадии, в которых нефропротекция занимает ведущее место. Учитывая, что заболевание почек чаще всего сопряжено вторично с какими-то заболеваниями сердца, сахарным диабетом, то, конечно же, лечение основного заболевания приведёт к стабилизации функции почек. То есть, получается, одно тут от другого неотделимо. В принципе, если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то, в общем-то, можно не ожидать другой картины. Скорее всего, будут поражены в какой-то степени и почки. Да. Но хочется отметить, что снижение функции почек является независимым фактором сердечно-сосудистых осложнений. Действительно, здесь есть такое понимание, как кардиоренальные синдромы, при которых уже определены роль и место, и прогноз отдельно взятых заболеваний, которые друг в друге принимают активную роль. Поэтому выбор гармоничной терапии, которая не навредит сердцу и не синдуцирует прогрессию функции, снижение функции почек, и является нашим главным инструментом в лечении пациента. Наталья Федоровна, вот Вы бы порекомендовали, как часто необходимо пациентам проходить ну хотя бы исследование УЗИ брюшной полости, чтобы, в общем-то, быть спокойными. А с другой стороны, вовремя сигнализировать о том, что есть какие-то проблемы, и вовремя обратиться к специалистам. Не затягивать и не доводить до хронического заболевания. Да. Ну, разные мнения на это сейчас существуют. Хотя бы один раз в жизни, конечно, это выполнять нужно бессимптомному человеку. Вот. Тогда, когда ещё нет никаких проявлений. Но вот в прошлой передаче мы говорили о артериальной гипертензии. Конечно, если выявляется артериальная гипертензия, то УЗИ почек – это обязательное исследование, которое полагается выполнять. При артериальной гипертензии выполнение УЗИ почек является первоначальным инструментальным методом диагностики, так как почки в норме поддерживают артериальное давление и при патологии приводят к злокачественному течению. Наталья Фёдоровна, какие методы диагностики вы используете в вашей работе? Методы диагностики, они начинаются с сбора анамнеза, с жалоб пациента, клинического осмотра, выполнение лабораторных и инструментальных методов, анализа мочи, в котором мы определяем белок. Не всегда белок выявляется, и поэтому существуют специальные методики для определения микроальбуминарии, который сам по себе также является независимым фактором роста сердечно-сосудистых осложнений. Выявляется он специальными тест-полосками, и в норме альбумина в моче должно быть менее 10 мг в сутки. Если мы выявляем эти изменения, мы можем прогнозировать то, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациента будет прогрессировать. В дальнейшем мы выполняем исследования крови, в которых исследуем креатинин, и используя расчётные формулы определения скорости клубочковой фильтрации, а в 2012 году появилась формула EPI, которая очень корректно отражает настоящую скорость клубочковой фильтрации у данного пациента, мы можем определить стадию хронической болезни почки. И таких стадий всего 5, но значимость начинается с третьей. Третья стадия хронической болезни почки, когда скорость клубочковой фильтрации 60-30, говорит о том, что уже нужно бить тревогу, начинать нефропротекцию, выявлять причины, которые к этому привели, дабы снизить рост хронической почечной недостаточности, предотвратить хроническую почечную недостаточность в терминальной стадии. На этой стадии все еще может быть обратимо выполнение УЗИ исследований, выполнение компьютерного исследования почек, компьютерной томографии. Но хочется оговорить, что очень важно предварять некоторые исследования инструментальным и лабораторным. Есть отдельно взятые нозологии, которые требуют очень скрупулезного обследования. Это ишемическая болезнь почек. Проявляется она резистентной артериальной гипертензией, когда более трех препаратов от давления не стабилизирует показатели ниже 140 на 90. Иногда это более трех препаратов. До 5-6 и цифра давления 180-190. В этой ситуации мы начинаем подозревать поражение почечных артерий. Если лабораторно креатинин в норме, то мы еще, рассчитав скорость клубочковой фильтрации, назначив специальные мероприятия для профилактики повреждения почек от контрастных веществ, можем выполнить исследование и помочь пациенту. Но, к сожалению, бывает ситуация, когда, выполняя лабораторные анализы в виде повышения креатинина, выполнить исследование, подтверждающее причину, невозможно, так как введение рентгеноконтрастных веществ тоже одна из причин, приводящих к острой почечной недостаточности, их хронизации, усугублению уже имеющейся. То есть здесь очень сложно порой выбрать подход к диагностике и лечению данной патологии. Но все индивидуально. Все индивидуально. Все сложно. Но в руках специалистов, которые разбираются в данной проблеме, тем более проблемами смежной кардиологии, нефрологии, можно добиться гармоничного лечения, продлевающего жизнь почкам. Наталья Федоровна, что бы Вы пожелали нашим телезрителям? Хочется пожелать почаще обращать на себя внимание, прислушиваться к своему организму и запомнить, что не все органы проявляют себя какими-то симптомами. Почки не только являются органом мочеотделения. Это орган, поддерживающий водно-эльтролитные нарушения. Орган, поддерживающий константу кальция в крови. Благодаря тому, что активирует витамин D, поступающий к нам с пищей, с определенными продуктами, активирует витамин D, укрепляет наши кости, потому что кальций всасывается лучше кишечником, почки поддерживают гемоглобин крови тем, что в почках вырабатывается горбон эритропоэтин, стимулирующий костный мозг, и когда снижаются функции, прогрессирует анемия. Поэтому следите за собой, сдавайте регулярные анализы лабораторные, крови, мочи, инструментальные исследования. Все будет в пользу. И самое главное, не теряйте предыдущих методов исследования, так как врачам, нефрологам, ну и врачам любых специальностей будет полезно проанализировать хронологию развития проблемы. И тогда диагноз будет более понятен. И тогда выбор метода лечения будет более полезен и результативен. И в завершение хочется пожелать всем комплексного здоровья, не только отдельно взятому органу, а всем системам жизнедеятельности человека. Спасибо, Наталья Фёдоровна, за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»